У меня периодически появляется боль в пояснице. Можно ли это как-то предотвратить или тут поможет только лечение? Есть упражнения, которые помогают действительно снять боль в пояснице и такие упражнения мы можем вам показать. Я рада пригласить к нам в студию мастера кунг-фу и цигун, руководителя центра Мир Кунг-фу. Евгений Безрукавый у нас в гостях. Проходите, пожалуйста. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Какие сильные руки. Вы декичаны. В таком прекрасном восточном одеянии хочется здороваться с вами вот как минимум так. Вопрос заключается в том, почему обращаются к мастерам кунг-фу специализированы. Мы занимаемся оздоровительными гимнастиками. То есть задача заключается в том, чтобы мы показали какие-то упражнения или каким-то образом помогли человеку, чтобы у него было все хорошо со здоровьем. У нас есть такой человек, которому надо помощь. Выходите к нам. Кто задавал вопрос? Выходите. Спасибо. Так, Надежда. Здравствуйте. Очень приятно. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Лариса. Лариса. Евгений, у нас есть Лариса. У нее есть проблема. Болит поясница часто. Ваша кунг-фу поможет? Да, без проблем. Очень много упражнений. Практически на весь позвоночник. Шейный, грудной, поясничный, крестцевой. Везде есть различные упражнения. И мы можем сейчас показать. Хорошо. Это можно выполнять всем людям. Ну, я имею в виду, кто-то растянут, кто-то не растянут. Кому-то 70 лет, кому-то 15 лет. Есть какие-то определенные упражнения для определенного? Нет. Все могут выполнять все упражнения? Все. 80 лет, 90, 100 лет. Для этого не нужно никаких сложных движений. Не нужно делать там шпагатов, сальто. Это очень простые упражнения. Они доступны для любого возраста. Прошу, я тоже с вами позанимаюсь немного. Сделаем несколько его частей. Их очень много, поэтому я сейчас подобрал самые простые в голове. Значит, первое. Просто ступни параллельно. И первое движение, вот такое похлопывание легкое. На скрутку. Смотрим перед собой. Это очень важно. То есть не нужно поворачиваться. Голова на месте. Поясница делает скручивание. Делаете это где-то 2-3 минуты. Сильно не бить и сильно не скручиваться. И это упражнение только подводящее. Это как раз. Это мы раскачиваемся. Это мы раскачиваемся. Чуть-чуть похлопывание, чтобы получить кровообращение в поясничном отделе. Затем после этого мы становим ноги вместе. Ступни развели, пятки соединили. Руки перед собой. Сделайте вот такое движение. Делаете скручивание при этом. Голову опять же не поворачиваем. И начинаем поднимать ладошки вверх. То есть именно туловище, но не головой. Голова не идет. Голова на месте. На месте. Делаем скручивание. Поднимаем ладошки вверх. До конца не выпрямляем локти. В верхнем положении поднимаемся на носочки. И это движение на довдохе. Потом падаем на пятки, но не сильно топаем. И здесь пауза довыдых. Получается, нам очень важно соединить дыхание с движением. Поднимая ладошки вверх, мы делаем вдох. То есть мы так постепенно вдыхаем, не быстро. Да. Здесь останавливаемся до вдоха и пошевелили пальчиками. Затем делаем выдох. И до выдоха. Очень важно именно момент падения. Смотрите, что происходит. Позвонки немножко как бы встряхнули. Как амортизация такая происходит. То есть не сильно так и не легко, а чуть-чуть топая, чтобы позвонки немножко сдвинулись. Была такая мини-компрессия. Таким образом идет восстановление межпозвоночных дисков поясничного отдела. Но очень важный момент, когда мы двигаемся вверху, у нас должно быть все внимание на нижних ребрах. Вот обратите внимание, нижние ребра, они висят в воздухе, они не закреплены. Плавают. Двенадцатые, одиннадцатые, да. И нам интересно вот это расстояние между десятом, одиннадцатым, одиннадцатым и двенадцатым. Они делают вот такое движение, и благодаря этому легкая компрессия. Евгений, нужно быть уверенным, что у тебя все с позвоночником хорошо. Я так понимаю, что у тех, у кого, например, межпозвоночная грыжа, такое упражнение, наверное... Рекомендуется. Даже рекомендуется. Рекомендуется. Самое главное, чтобы вы не топали. Движения должны быть легкие, расслабленные. Я задам, да? Вот посмотрите, с каким ритм я выполняю. Посмотрите на меня. Вот мы делаем скручивание. Дох, вдох, 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 выдох, до-выдох. Дох, вдох, 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 выдох, до-выдох. И если болит поясница, то это делается шесть минут. Если как профилактически, одно-две минуты. Давайте третья часть, очень важная. Соединили ладошки вот таким образом, большой палец вместе. И сейчас вы делаете вдох и выдох. Самое важное в восточной гимнастике вдох и выдох. Поднимаетесь на носочки, делаете вдох. И мысленно приподнимаете ребра вверх. Делаете это на шесть счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опускаемся на пятки. Вдох, вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вверх, вдох. Делайте, я посмотрю, как вы делаете. Мысль все время на ребра. Вдох. Делайте, делайте, делайте. Выдох. Евгений, правильно Лариса делала? У нее все получается? Да, еще. Медленно руки опускаем по сторонам. Разворачиваем. Расслабились полностью. Опускаем. Смотрим вперед. Вперед. И слушайте ощущения в ладошках. Опускаем вниз, 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 вниз. Остановились, расслабились. Сконцентрируем внимание на кончиках пальцев. Что вы слышите на кончиках пальцев? Тепло. Мурашки на кончиках пальцев? Да. Покалывание? Да. Посмотрите на ладошки. Побиты они белыми точками? Видите? Побиты. Побиты, правда? Да. Это эффект упражнения. То есть такое ощущение появляется эффект от того, что вы улучшаете кровообращение в поясничном отделе. Но самый главный эффект, когда опускаете очень сильно покалывание пальчиках. Этот эффект сразу понятнее, чтобы поясница работала. В общем, не можете изменить проблему, изменить свое отношение к ним. И будьте здоровы, Лариса. Большое спасибо. Спасибо большое. А у нас в гостях был мастер кунг-фу и цигун, руководитель центра Мир кунг-фу. Евгений Безрукавый, большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Все, Оля, теперь я с тобой буду здороваться только вот так. Это был проект «Здорово здоровым быть». Мы желаем вам, прежде всего, здоровья. Смотрите нас в эфире по будням, а также мы есть и в социальных сетях, мы есть и на YouTube-каналах. Задавайте свои вопросы. Пока-пока. Если в жизни вдруг ненастье, разболелась голова, Ты поймешь, какое счастье, человек здоров, когда С первой угадай попытки, что от стресса подойдет Не таблетки, а улыбки. Улыбнись, и все пройдет Кто б ты ни был, где б ни шел Запиши карандашом Очень важно не забыть Здорово здоровым! Здорово здоровым! Здорово здоровым!